Парк Льва Толстого Несмотря на теплую погоду, малыши в детском саду смогли поиграть в снежки. И все благодаря Деду Морозу, который решил нарушить традиции посетить детей в праздник. Не скучайте, а я вернусь на Новый год! Впрочем, визитом бородатого волшебника не ограничились. На торжество к малышам пришли и другие сказочные герои. В честь праздника в детском саду «Подковка» для ребят подготовили увлекательную развлекательную программу с песнями, танцами и викторинами. Не оставили без внимания маленьких пациентов Химкинской областной больницы. Для них активисты тоже устроили праздник. Воздушные шары и небольшие презенты, чтобы скрасить пребывание детей в стационаре во время летних каникул. Общественные представители городского округа Химки, представители администрации приехали в больницу, чтобы поздравить детей, вручить подарки с этим международным днем. И вот мы сейчас находимся в доброй комнате, которая была создана специально для того, чтобы скрасить пребывание детей в больнице. А сегодня сделают им маленькие такие подарки, чтобы те, кто болеет, быстрее бы поправлялись. А в юбилейном сквере десятки родителей и детей приняли участие в параде колясок. Каждая семья продемонстрировала свое мастерство в украшении детского транспорта. Здесь можно было встретить и коляску, печи, корабль и даже ракету с космонавтами. Каждый год наши химчане, наше родительское сообщество, которое просто огромное, украшает свои коляски, самокаты. И с каждым разом, с каждым годом становится все больше и больше. И разные-разные совершенно украшения все больше выдумывают, да, что-то новое. Праздничные гуляния в честь Международного дня защиты детей прошли по всем химкам. А впервые этот праздник отметили в 1950 году в Париже. День защиты детей Березон привлечет к проблемам, с которыми сталкиваются дети во всем мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!